В этой цепи последовательно соединены лампа накаливания и катушка из 200 витков медного провода с железным сердечником. Сопротивление провода в катушке заметно меньше сопротивления лампы. Подадим на нагрузку постоянное напряжение и лампа горит. Заменим это напряжение переменным напряжением с частотой 100 Гц. Лампа продолжает гореть. Поднимем частоту до 200 Гц. Яркость лампы заметно уменьшилась. На 300 Гц она еле тлеет и вот на частоте 400 Гц лампа погасла совсем. Однако, если подключить питание непосредственно к лампе, она будет гореть и на этой частоте. Получается, что катушка в цепи переменного тока ведет себя так, будто ее сопротивление растет с увеличением частоты. Когда по цепи протекал постоянный электрический ток, сила этого тока определялась напряжением источника и сопротивлением лампы. И она была достаточной для того, чтобы лампа горела. А когда по этой же цепи протекает переменный электрический ток, вместе с силой тока меняется магнитный поток через катушку. И в катушке возникает ЭДС индукции, которая препятствует изменению тока, уменьшая его амплитуду. Мы поняли, что катушка препятствует прохождению переменного электрического тока. Теперь посмотрим, как она это делает. Для этого мы подадим на катушку переменное напряжение с частотой 500 Гц и построим графики зависимости напряжения и тока от времени. Вот полученный график. Напряжение источника показано красным, а ток синим. Мы видим, что ток запаздывает по отношению к напряжению на четверть периода. Чтобы объяснить этот график, примем в учет еще одно соображение. ЭДС индукции в катушке – это скорость изменения магнитного потока, взятая с обратным знаком. Если сопротивлением катушки можно пренебречь, суммарное падение напряжения во всей цепи должно быть равно нулю. Поэтому внешнее напряжение равно скорости изменения магнитного потока. Но магнитный поток пропорционален силе тока в катушке, поэтому внешнее напряжение пропорционально скорости изменения тока. В начале периода ток быстро растет от нуля и напряжение положительно. Дальше рост силы тока замедляется, напряжение уменьшается и в максимуме тока оно падает до нуля. Затем ток начинает уменьшаться и напряжение становится отрицательным. Сила тока уменьшается все быстрее и когда она становится равна нулю, напряжение максимально по величине и отрицательно. На второй половине периода все происходит аналогичным образом. А теперь соединим последовательно нашу катушку и резистор с сопротивлением 5,5 Ом. Подадим на входные клеммы переменное напряжение амплитудой 5,5 Вольт и посмотрим, как сила тока в цепи зависит от частоты входного напряжения. Когда частота равна 5 Гц, ток и напряжение колеблются в фазе и влияние катушки индуктивности еще не ощутимо. Увеличим частоту до 50 Гц. Сдвиг фазы стал заметным и ток в цепи несколько уменьшился. А теперь увеличим частоту входного напряжения до 500 Гц. Амплитуда тока заметно упала, а сдвиг фазы стал близок к 90 градусам. На этой частоте индуктивные свойства катушки проявляются весьма ощутимо.